А у нас, как и обещали, сегодня в студии интересный гость, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью городского отдела по чрезвычайным ситуациям Николай Черненький. Доброе утро, Николай. Доброе утро. Я знаю, что в стране сейчас проходит пожарно-профилактическая акция и расскажите о ней поподробнее. С удовольствием. В целях повышения уровня безопасности населения нашим Министерством по чрезвычайным ситуациям в Республике Беларусь в период с 16 октября по 1 ноября 2023 года организовано проведение республиканской пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилом фонде в осенне-зимний период под названием «За безопасность вместе». По статистике, 67% пожаров с гибелью людей ежегодно происходят в период с октября по март месяц. При этом пик роста приходится на декабрь и январь. Преобладающей причиной гибели людей от пожаров является незнание либо пренебрежение гражданами мер безопасности, так называемый человеческий фактор. Акцент акции сделан на информирование населения о необходимости соблюдения требований безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования. В целях обеспечения безопасных условий проживания проводится обследование домовладений на предмет выявления нарушений правил пожарной безопасности и оказания помощи в их устроении. Как правило, такие мероприятия включают в себя ремонт отопительного оборудования, электросетей и даже установку автономных пожарных извещателей. Для тех, кто не знает, напомним, это маленькие жизненно необходимые важные приборы, которые могут разбудить человека во время сна при пожаре. Интересно, Николай, а скажите, какая статистика пожарная в нашем регионе? В прошлом году за аналогичный период произошло 99 пожаров, на которых погибло 10 человек. В этом году 103 пожара, на которых погибло 6 человек. Да уж, цифры, конечно, крайне пугающие. А что вы можете сказать о детском травматизме на пожарах и как вообще с ним борется сейчас? Детской гибели в прошлом году было 9, детей погибло, в этом это число 5. Несмотря на уменьшение гибели детей на пожарах, мы не прекращаем проводить работу с детьми профилактическую. И этому свидетельствует новая информационная кампания под названием «Телефон не присмотрит за вашим ребенком». Именно под таким названием спасателями запущена информационная кампания для родителей. Она призвана мотивировать пап и мам не оставлять детей без присмотра, обучать малышей правилам безопасности. Ведь многие родители оставляют детей от них дома, так как считают, что те в случае какой-либо чрезвычайной ситуации смогут им позвонить. Но забывают, конечно же, самое важное, что в момент чрезвычайной ситуации звонок не спасет ребенка от опасности. И также для родителей разработаны специальные методические пособия, брошюры, листовки, билборды, которые вы уже видели в нашем городе Гомеле. Кстати, курсирует и по маршруту городского движения уже троллейбус с этой новой рекламой. И, конечно же, всех мы призываем присоединиться к нашей информационной кампании, не оставаться в стороне и сделать детство детей своих безопасным. Ну, а для того, чтобы всем-всем еще раз гомельчанам рассказать эти важные правила, 28 октября в 12 часов дня в торгово-развлекательном центре «Секрет» будет организовано также мероприятие от спасателей. Приходите, будет интересно. Так что да, друзья, записываем дату, записываем время. И 28 октября все идем в торговый центр «Секрет» для того, чтобы послушать жизненно необходимую, на мой взгляд, информацию. Спасибо большое, Николай, за то, что вы нашли время и заглянули к нам, и огромных вам успехов в вашей непростой, но важной работе. А если какая-то чрезвычайная ситуация и случится, то вы, безусловно, с ней справитесь на отлично. Обязательно, если что, телефон службы спасения 112. Спасибо!